Абрикос посадили в Ташкенте. У нас славится Ташкент абрикосами. Надеюсь, что дерево примется и помидоры вырастут не хуже, чем в Ташкенте. Екатерина Гузенко переехала в Саратов два года назад по программе переселения из Ташкента. Приехали всей семьей, вместе с мужем и двумя детьми. Какой регион выбрать, долго не размышляли. Все корни в Поволжье, родственники в Самаре и Ульяновске. Поэтому в программе выбрали самый ближний регион. Не пожалели. Мы вообще где-то около 10 лет еще задумывались переехать, но у нас никак не получалось именно с оформлением гражданства. Потому что, соответственно, свекровь моя и пенсию ей нужно было получать как-то, потому что она столько лет отработала. И мне нужно было сработать. То есть я работала в авиакомпании и бросить сразу так и уехать, не имея гражданства, на протяжении пяти лет ждать, мы не решались. Если бы не программа переселения соотечественников, которая упрощает переезд и сокращает срок получения гражданства, признается Екатерина, так и остались бы в Ташкенте. Когда приезжаешь в новый город и заново строишь все, то есть ищешь работу, друзей, нам пришлось в первое время сложно. Зато теперь у Екатерины есть все. На подъемные, полученные по программе, отремонтировали дом, ребенка устроили в школу, с работой тоже не было проблем. Но это лишь один из примеров. За все время работы программы в Саратовскую область переселились чуть меньше пяти тысяч человек. До конца года в Министерстве занятости, труда и миграции ожидают еще порядка двух тысяч. В новой программе, принятой в прошлом году, мы поставили себе очень высокую планку. Принимать ежегодно до двух с половиной тысяч соотечественников. На сегодня рассмотрено тысяча триста анкет, по восьмидесяти восьми процентам принято положительное решение на переезд в область. Вместе с членами семьи это составит порядка двух тысяч шестисот человек. Основными причинами отказа являются длительное отсутствие занятости или какой-либо квалификации у заявителей, несоответствие заявленной квалификации потребностям областного рынка труда. Наиболее привлекательными для переезда мигранты считают Саратов, на втором месте Энгельс, на третьем Вольска-Балакова. Но существует и отток. По разным причинам за последний год из области уехали 79 участников госпрограммы. Мы маленький срез сделали и срез говорит о том, что в первую очередь они уехали из-за того, что не представили им хотя бы временное жилье и естественно не нашли на работу. Наталья Юрьевна абсолютно верно сказала, что такой правовой нигилизм вот в наших работодателей уже просто удивляет. Ну уже, ну не знаю, и мы выступаем, и министерство занятости не берут на работу с нашими удостоверениями соотечественников. По каждому случаю оттока надо очень внимательно заниматься. Если у нас есть слабое звено и это связано, а прежде всего то, что составляет большую проблему для тех, кто сегодня переехал, это жилье. Значит, надо нам смотреть более динамично в этой части именно с тем, кто запрашивает специалиста. Губернатор области, в целом дав положительную оценку программе, пообещал разобраться с этим вопросом.